Всем добрый день! У нас новый день, новый влог. Сегодня хотела с Ваней, с Мариной на прием ехать, но не поехала. На улице минус 21 градус. В такой мороз я их не потащу просто навсего. Поэтому так с Егоркой только схожу. То, что он жалуется, что у него голова болит, схожу, спрошу, может что-то скажут. И плюс мне надо документы собирать на детский, потому что в январе у нас уже ни детских, ни питания не будет. У детей ради питания будем собирать детский, да, Тайсон? А на всем хорошего дня! Дорогие друзья, мы ездили в город, короче, я ездила в детскую поликлинику. С Егором на прием ходила и насчет маленьких. Потом в аптеку и так по делам, по каким. Заходили с Егором магазин, у нас любитель халвы. Купили, короче, разом. Вот такую вот халву с какао и какую-то вот такую вот еще халву взяли. Он у нас любит просто ее. На, Егор, забирай. Идите, ешьте с ребятками. Потом заходила в аптеку. Егорки назначили капли в нос и таблетку. Взяла вот таблетки и капли в нос сразу ему взяли. Тут еще куча лекарств. Пришли. Капли у меня дома закончились. Капли назарные заказывала. Нафтезин. Три штуки детские. Потом ревит витаминки заказала ребятишкам. Инголит у нас закончился. Муколтин. Таблеточка. Вата. Думала, что тут вся вата, подсказайте, как заканчивалась. Две ваты разные взяла. Потом муколтин. Таблетки. Крем для рук взяла. Вот такой вот. У меня руки что-то тоже шло так, что у меня закончились. Потом аскорбинку такую взяла. Витаминки ребятишкам. Еще ингоспрей. И тут бальзамы для губ еще разные взяла. Малина, агрепиху. Короче, вот такой вот заказ был из аптеки. Егора. Держи. Так, смотри. Одна таблетка на ночь. И капли в нос три раза в день. На, эта бумажка там написано, как и что принимать. Так, тут еще забрала. А, в магазин заходила. Эти резиночки взяла. Машинканал, убери резиночки. И Ваню купила. Я сдолбалась. Ваню губки покупать. Постоянно кто-то губками Ванинами, которыми Ваню моют. Видать, или тот, кто приходит Ваню. Или что, лавочки моет. Сколько раз взяла вот такую вот, короче, губку Ваня. Ваня мутся. Да, Ваня? Так. Вот такая вот губочка. Она написана, что натуральная, мочалка натуральная. Видите, взяла. Так, тут это никто. Потом зашла в магазин, взяла еще молока два литра. Шейки куриные, две упаковочки. И хлеб, две булки. Вот все в целом походки. Сделаю документы. Там еще справки собрала. Кое-какие. Завтра муж с работы придет. Потом пойдем еще справку пойду собирать. Остальные. Посмотрим на детские. Потому что иначе в январе у них уже будет платное питание. Эти я сейчас не соберу все справки. Так что вот такие вот дела. Ладно, сейчас все убираем. Будем печку топить. Супик варите. Ну, еще что-нибудь. Сейчас дам тебе хлеб. Ваня просит хлеб. Ладно, всем хорошего дня. Так, ребят, поставила варить компот из яблок. Купили яблоки, которые в пакетике. Пописать всем. Они, знаете, безвкусные и кисловатые такие. Ну, это, короче, вообще ни о чем. Компот сварим. Здесь поставила шейки варить. Помыла, а что-то пена все равно. И разогреваю суп молочный рисовый. Сейчас покушать на ужин. Ладно, готовим. Так, ребята. Знаете, что решила сделать? Селедочную намазку. Что мне для этого понадобится? Селедка. Ну, молок я использовать не буду. Их не любят. Дальше. Потом плавленых сырочка два. Масло комнатная температура, она мягкая. Яйцо, укроп и лук. Я решила такой рецепт сделать. До этого я делала другой рецепт. Детям не понравилось. Сейчас пробуем такой рецепт. Короче, что делаем? Сейчас поставлю телефон на статив и буду все подробно показывать. Так, ребят, что первым делом будем делать? Закидываем селедку и перекрутим ее. Я уже селедку от костей все очистила. Косточек у меня здесь уже нету. Молоки использовать, как я и говорила, не буду. Потому что моим детям молоки как-то не очень нравятся им. И все. И включаем блендер. Некоторые делают сразу все, слаживают. Но я вот складываю, слаживаю, как хотите. Я именно вот так вот делаю все по отдельности и перекручиваем. Дорогие друзья, у нас рыба перекрутилась. Я добавила сюда сыр, два кусочка и масло. И все опять заново перекручиваем. Так, ну не сильно пока перекрутилась. Я хочу сюда сейчас еще добавить яйцо. Вот так вот разламываю прям и добавляю. Два яйца еще добавляю вареных. И опять все закрываем и перекручиваем. Каждый делает по-своему. Я делаю вот такой рецепт. Сейчас перекручи и покажу, что получится. Видите, густая субстанция получается. Сейчас сюда я добавляю еще зелени. Зеленью должно получиться очень вкусно. Лука добавим зеленого и укропчика. Опять все это закрываем и снова перекручиваем. Знаете, что еще хочу добавить? Перчика. Так, где-где-где у меня перчик-то красного перчика немножко добавлю. Черный у меня, к сожалению, закончился, поэтому красный добавлю. Сейчас все это открою. Покажу вам заодно, что он не получается. Вот такая вот густая субстанция. На хлеб мазать очень вкусно будет. И сейчас сюда мы еще с вами перчика. Много не буду делать, так чуть-чуть. Для вкуса. Но оно уже... Ммм... Очень вкусно получается. Но это на любителей, ребят. Ну, что нравится, то, что и пускай добавляет. Сейчас еще смесь перцев накручу сюда. И буду тащилку снять она. Так что, вот такие вот дела. Смесь перцев-то мне подписчица когда-то присылала набор. Я все еще, кстати, им пользуюсь. Рыбка, знаете, такая малосольная. И получается очень даже вкусно. Густое, потому что я мало масла положила. Но я и не хочу много, ребят, масла. Все, закрываем и опять перемешиваем. Все, наша намазка готова. Перемешалось плохо, но я сейчас вручную еще перемешаю. Потому что он густой, а машинка, аппарат аж бедный, весь горячущий стал. Это вот сюда вот так положу. И вручную можно, видите, у меня густо, потому что я масла мало ложила, а больше творога ложила. Поэтому вот так вот. И сейчас буду вот в такие маленькие судочки убирать ее. Кто захочет, поест. На хлебушек намажет. Напишите, если кто-нибудь из вас такое делает. Напишите, как вы делаете. Может, я по вашему рецепту обязательно попробую. Вот, я делаю вот так вот. Вот так по контейнерам убираю. Очень вкусно стал. Намазала на хлебушек. Намазочку такую и поел. Можно еще с грибами. Вот, кстати, надо с грибами попробовать сделать детям. Будет, нет они у меня есть ее с грибами, я не знаю. Вот факт, что вот такая намазка есть. Можно морозилку убрать. Оно у вас всегда не испортится. Вот видите, один контейнер раз. И убираем. И так же второй контейнер. И все, и дети смогут есть. Я, видите, еще яйца много положила. Может, еще из-за этого густо. До этого я делала, одно яйцо ложила. И оно прям жидкое-жидкое получилось. Да, Егор, говори. Одна таблетка три раза в день. По одной таблетке три раза в день. Так, все. Сейчас выложу обратно и покажу, что у меня получилось. Так, ребят. Ну, второй вот неполно получился у меня. И один полный. Вот, если вам понравился такой рецепт, то делайте тоже. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Первый мой дегустатор. И что? Вкусно. Что ты там вообще чувствуешь в этой? Селедку, яйцо, яйцо. Делать вам потом такой еще. Я еще перчика туда немножко добавила. Ну, так вкусно, да? Ладно, кушайте. Ставьте нам лайки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok